Как делишка, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а че ребята в новую серию нашего седьмого сезона с модом на покемонов. Но, ребята, пока что не радуйтесь, пока что не радуйтесь, потому что произошло много чего страшного. Позавчера у меня полностью сгорел жесткий диск на компьютере. Вот представьте себе, полностью жесткий диск. Со всеми видео, файлами, элементами, сохранениями, паролями, а вообще со всеми файлами, которые касались только Ютуба, там арты для меня, не знаю, картинки, музыка для монтирования и многое другое, все полностью, ребята, сгорело. Я вчера целый день парился, восстанавливал компьютер, я даже на работу не пошел, чтобы восстановить компьютер, купил новый жесткий диск. И, ребята, потом установил Windows, подхватил кучу китайских вирусов, потому что скачал бандикам. А, переустановил Windows, два раза за один день переустанавливал Windows, и вот, наконец-то, я зашел в Minecraft Pixelmon. А несчастье, ребята, заключается в том, то, что все мое сохранение слетело. Чертов Геннадий, ребята, чертов Геннадий выкинул нас дома, украл все наши деньги, украл все наши ресурсы, украл наш дом и закинул нас куда-то вообще в неизвестное нами место. И только оставил нам наших покемонов. Поэтому, ребята, мы сейчас будем заново искать ресурсы, строить дом, развиваться и многое другое. Но, ребята, сезон с Pixelmon, с покемонами продолжается, ребята, как он и тогда продолжался, так он и сейчас, ребята, будет продолжаться. Просто представьте себе то, что нас выкинули из дома, нас напали бандиты, отняли у нас все имущество. И просто закинули куда-то в неизвестное место, допустим, на какой-то другой материк, где мы вообще нифига ничего не знаем. Так оно, ребята, в принципе, и есть. И все, что нам оставили, это только наших покемонов. Как видите, ребята, так оно и есть. Поэтому я очень сильно надеюсь то, что вы меня поддержите лайком. Вы себе не представляете, как я вчера напотел, перепотел, пропотел, чтобы сегодня уже получить компьютер. Потому что, чтобы записать, ребята, порадовать вас новым видео. Я даже вчера записал какой-то оконченный блог, но чтобы просто-напросто не пропускать день видео. Поэтому, ребята, я вас очень сильно прошу, поставьте, пожалуйста, лайк, набираем 7 тысяч лайков. Мне просто нужно знать, хотите ли вы дальше продолжение Pixelmon, потому что после такого небольшого несчастья с нашим сезоном, я не знаю, может, многие утеряют интерес к Pixelmon, но я надеюсь, ребята, что нет. Если вы хотите продолжение, ребята, ставьте лайки. Я вам честное слово говорю, набираем 7 тысяч лайков на вот этой серии, и я сразу же, ребята, записываю продолжение. Прям сразу же. Мне просто нужно знать, хотите ли вы или нет. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый побеждит меня, как друг, рассказывать этим видео своим друзьям, чтобы они заходили, ставить лайки. Чем больше новых людей зайдет и поставить лайк, тем быстрее, ребята, мы наберем лайки, и выйдет новая серия. И, конечно же, ребята, пишите что-то интересное в комментариях. На самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. Да, ребята, и так же, как в каждой серии, это уже традиция, я говорю, чтобы вы, ребята, заходили и подписывались на мою страницу ВКонтакте. Это сразу же первая ссылочка, ребята, в описании. Заходите, подписывайтесь. Дайте вот тут я немного вот так сделаю. Заходите, подписывайтесь, по возможности я всех добавлю в друзья. Просто спуститесь чуть ниже, в описании есть ссылочка на мою страницу сразу же, ребята. Поэтому заходите, подписывайтесь. Я буду очень сильно этому рад. Да, ребята, извиняюсь за такое длинное приветствие, но все же мне нужно было рассказать вам всю ситуацию. Потому что вчера я настолько попотел с этим всем, что вы, ребята, просто себе даже не представляете. Я прям офигел. Трейдер. Нихрена себе. Я просто скачал, ребята, еще какую-то новую версию пиксельмонов. Заодно, потому что я перестанавливал весь в Майнкрафте сборку. И вот тут появился какой-то трейдер. То, что мы сейчас можем меняться покемонами. Он нам дает языкастого Ликитунга вместо Слоу Бро. Офигеть просто. Это круто. Вот эти трейдеры появились. А вы прикиньте, если появится какой-то трейдер, который нам будет давать, ну хрен его знает, там, Дратини за какую-то Чармандера. Я сразу пойду ловить Чармандера, чтобы просто-напросто получить Дратини. Это офигеть. Честно, вот это крутая вещь. Вот это крутая. Молодцы разработчики, то, что замутили вот такую фигню. Очень даже круто. Нифига себе, как тут красиво, ребята. Смотрите, смотрите. Но, о, Пикачу. Пикачу. А ну стоять, а ну стоять. Какой-то стартовый кит. Я вернул всех своих покемонов. И алмазную кирку, как у нас была. Компьютер. Жрачки немного. И немного покеболов, ребята. И также гайдбук. Это небольшой. Not enough items, можно так назвать, для новой версии. Так, кстати, еще один был Пикачу. Это очень большие какие-то уровни. 39 уровень. Нам нужно, ребята, сейчас скачать Люкс Рея, Галета, Сайтера. Потому что мы их докачиваем, выкладываем. И набираем себе, ребята, новую команду, которая у нас уже находится в компьютере. Поэтому, ребята, сейчас нужно докачать нашего Люкс Рея. Ну, минимум, хотя бы к 50 уровню. Это будет просто идеально, если мы сможем это сделать. Давай, Люкс Рей. Давай. Замечательно. Я бы, если честно, словил вот этих покемонов, только они слишком большие уровни. Я не хочу таких больших уровней ловить. Мне кажется, был бы 10 и 15 уровень, я бы его сразу словил. Тем более, покеболы у меня есть. Хоть и немного. Так, давайте, ребята, вылечимся. У нас самурот уже прокачан. Черезар прокачан. Тортера прокачана, ребята. Все, что нам осталось, действительно Люкс Рей. Сейчас, 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 сейчас. Не-не-не, это Тертуга. Значит, нужно бить электрическими ударами. Потому что электрический против водного самое то. Мы плюс тому еще и... Так, 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 так. Замечательно. Магнизон. Так, сейчас, 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 не бей, не бей. Подожди немного, подожди немного. Сейчас давайте самуротом. Хоть он нас зафигачит. Он же электрический. Нахрена я вызвал водного покемона. Я немного затупил. Но, да ладно, мы и так, и так его убьем. Маг. Так, давайте Люкс Рей, он его завалит. Да, он его завалит, зараза. Зараза! А Гулет, Сайтер, мне кажется, вообще никого еще пока что не смогут затащить. Потому что они такие, знаете, маленькие уровни. Поэтому давайте мы уберем Черезарда. Черезардушка, ну давай, покажи нам свою силу. Что у тебя там за атаки есть? Зашибись. И у нас 2000, ребята, опыта. Не опыта, а бабла. Опа-на! Опа-на! Ралдс! 14 уровень! Это крутой покемон. Это крутой покемон. И я, если честно, буду очень сильно рад, если мы его сможем словить. Пожалуйста. Да! С первого же раза, с первого же покебола. Зашибись, зашибись. Новый сезон вроде. Потому что это реально можно считать как новый сезон. Вроде начинается пока что более-менее успешно. Такой херни у меня, ребята, не было. Вы видели, какой домище нафиг? Какой домище я там забабахал в том сезоне. Ну, в этом сезоне, как бы, перед тем, как у меня комп полетел. Вы видели, какой я там забабахал дом? Я его строил 30 серий, учитывая много стримов. Я его офигеть, как долго строил. Просто жуть, как долго я его строил. И все это пропало. У нас жесткий диск полетел. Компьютер, ребята, это вообще техника. Согласитесь. Ребята, напишите самый ваш странный случай, когда у вас что-то поломалось. Когда у вас поломалась техника. Вот представьте, как у меня это было. Два года компьютеру где-то. Все нормально, ни разу винду не перестанавливал. То есть компьютер работает себе, работает. И слава богу. Позавчера сидим ночью в скайпе. Я сидел с Жекой, и мы что-то там разговаривали, да? Я сделал какой-то скрин, хотел ему скинуть. И зашел в фотошоп, чтобы просто его туда вставить. Захожу в фотошоп. Что-то комп начал лагать. Я такой говорю, Жека, подожди там пару минут. Я еще перезагружу комп, потому что он меня начал лагать. Ну, в принципе, обычное дело. Он меня уже миллион раз лагал. Я перезагружал его, и все было нормально. Так я подумал в этот раз. Я его беру, перезагружаю. Черный экран, и он больше не грузится. Не грузится. То есть в тот момент, когда я открыл фотошоп, жесткий диск просто сгорел. Ёхана, матрешка. Так, иди сюда. Иви, Иви, Иви. Зашибись. То есть, ребята, в тот момент, как я открыл фотошоп, у меня сгорел жесткий диск. Почему до этого я каждый день открывал миллион раз в день фотошоп? И в фотошоп ничего не было. В этот раз я открыл фотошоп, сгорел жесткий диск. Я перезагружаю комп, он не включается. Черный экран. Я пошел переустанавливаю винду. Жесткий диск даже не видел винду. Он сгорел, он даже не видел винду, чтобы переустановить. Мне нужно было идти покупать новый жесткий диск, и просто все с нуля. Все файлы загружать с нуля. Вот такая история. А потом самое смешное. Скачал бандикам, чтобы пойти уже за пи... Установил все программы. Все программы. Скачал бандикам. Оказалось, это не бандикам, а какой-то вирусняк. У меня какой-то установился китайский антивирус, Навик. Я его даже нифига не мог удалить, потому что он был на китайском. Но вроде что-то там удалил, через там реестр почистил. Все почистил. Все, что только возможно. Перезагружаю компьютер. Устанавливается еще 5 китайских антивирусов, программ. Я их как-то почистил, удалил. Все, перезагружаю комп. Устанавливается еще 10 китайских программ. Я такой, да ну вов жопу, я лучше винду переустановлю. Сейчас буду каждый раз при заходе в комп 15 китайских программ удалять. Потом 20, 25, 30. Вот прикиньте, какие вирусы нафиг. Они за одну секунду вам пробираются куда-то в систему. И заставляют ее каждый раз при вгружении устанавливать себе где-то 10 китайских программ. Это просто охренеть. Я просто офигел. У меня такой фигни еще никогда не было. Я потом так уже, так, бандикам. Вот этот сайт иди в жопу, с которой я вирус скачал. Потом вот этот сайт нормальный. Да, зашибись, ребята. Я уже думал, мы не словим Иви в этой серии. Но Иви немного повыпендривалась, но все же, ребята, мы ее словили. Зашибись. Прогрессивная нафиг серия, а? Прогрессивная серия. До этого мы 30 серий не могли найти Иви. А тут у меня комп сгорел, и я сразу ее нашел. Может мне почаще комп сжигать? Нет, нет, спасибо. Я откажусь. Я откажусь от такого, не скажу, что счастья. Но да ладно. Ребята, мне, наверное, нужно было в стартовый пак включить. Хотя бы небольшую кровать, потому что, как вы видите, я сейчас ночью буду летать, нифига не видеть. И это очень плохо. Но, ребята, зашибись. Так, нам нужно искать сейчас идеальное место для дома. Прям идеальное. В предыдущем сезоне, ну, на начале этого сезона, будем так говорить, у меня было идеальное место. Идеальное просто. А вот сейчас, вы понимаете, да? То, что, офигеть, как сложно будет найти себе какое-то нормальное, красивое место. Тем более, нам нужно искать... Ооо! Ооо! Кто помнит? Я на начале сезона хотел строить королевство покемонов. Королевство покемонов. Шо это такое? Я, честно вам говорю, это не я строил. Это не я строил. Я даже не представляю, что это за хрень. В предыдущей версии такого не было. Коврики забираем себе. Эти, не знаю, что такое, тоже забираем себе. Нихрена себе. Шо это такое? А шо это такое? А шо ты тут делаешь? Ёханый бабаль, они добавили гиммы! Гимм-лидер... Офигеть! Ребята, у меня комп сгорел! Раз! Я скачал вирусняки! Я переустановил два раза винду! Вы думаете, что я успел построить этот гимм? Это реально пиксельмон нафиг! Тортера, шестой уровень! Так, это типа гимм-лидер или это просто какой-то там подсосик небольшой? Мне кажется, что подсосик, потому что у него восьмые уровни нафиг, что он может сделать. Не знаю, ребят. Офигеть! Я не знаю, я не знаю, что это такое, я не знаю, что это такое, но мне нравится. Но мне нравится, разработчики пиксельмона немного постарались. Мне это нравится. У-у-у-у! Чувствую, тут будет наш... Опа! Чувствую, тут будет наш... Босс! Офигеть! Это так новая версия изменилась, то что... Ка-а-а! Попади! Нет, нет, стоять, стоять! Да нет, 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 стоять, стоять! Да! Ха! Офигеть, ребята! В какой-то степени хорошо то, чтобы сезон переустановили, потому что тут офигеть много чего нового! Гиммы! Я 30 серий не мог найти на... Раркинди! Я 30 серий не мог найти... Босса! И тут... Я его нашел! Охренеть! Охренеть! Это, ребята, круто, честно! Это офигеть как круто! Ребята, этот сезон меня уже радует! Мы нашли идеальное место с Гиммом! Мы нашли идеальное место с большим городом! Тут одна деревня, тут Гимм и тут другая деревня! Чувствует моя задница то, что тут наш домик отлично так расположится! И, наверное, мы действительно будем его строить вот тут! Посмотрим, ребята, посмотрим! Так, капчик, железка, нормально, нормально, нормально! Пошли, ребята, дальше! Шо у нас тут еще есть? А ну покажи, а ну покажи эти засранцы, шо у нас тут еще есть? Че тут у нас? Че за стриптиз? Че за стриптиз? Купальники! Так, тут у нас, как всегда, хрень! Ах вы! Че у вас тут есть? В этой... Да, как всегда, мейлы! А у тебя, чувак, грэдболы, ультраболы, люксериболы! Зашибись, зашибись! Зашибись! Сойдет, сойдет! Мне кажется, ребята, как вы думаете, вот напишите прямо сейчас в комментарии, хотите ли вы, чтобы я строил дом вот тут? Мне кажется, идеальное место! Просто нафиг идеальное место, честное слово! Мало того, что рядом у нас есть айви, это вроде травяной или... Какой? Травяной гимм айви? Или поизон, то есть яд? Фиг его знает, ребята, но... Мало того, что у нас есть гимм, у нас есть две деревни, у нас крутой вид, горы, поля и многое другое, океаны, да, все для тебя, ла-ла-ла-ла, и многое, в принципе, ребята, другое. Мне кажется, что тут просто идеальное место для того, чтобы построить наш дом, развиться, найти паскуду Геннадия, который забрал у нас все вещи, украл дом, выгнал нас дома, закинул куда-то на другой материк! Но я его найду нахрен, я его накажу, ребята, и я заберу свои 64 алмаза, 64 изумруда, и его приз, который нам обещал, но потом увидел, что Эдисон сейчас накачается. Эдисон сейчас придет, накажет Геннадия нафиг, испугался паскуда, и вот, ребята, сделал у нас вот такое нападение. Да, да, поэтому, ребята, будем стараться его найти, очень будем стараться его найти. Но новая версия меня, ребята, очень сильно радует, потому что это круто! Я скачал новую версию, то есть у меня была старая, ну, старая версия Пиксельмона на версию Майнкрафт 1.8.9, а сейчас я скачал даже новую версию Пиксельмона на тот же Майнкрафт 1.8.9. Это, ребята, офигеть как круто. Я вижу то, что тут реально очень много изменений, прям офигеть, честное слово. Так, нам нужна в первую очередь, а там есть, кстати, да, там еще кузница есть, там еще кузница, ребята, есть. И давайте мы тут сделаем вейпоинт. Вейпоинт, нюм, нейм, нейм, джим, хоум, виллэдж. И давайте поставим какой-то цвет желтенький, чтобы было заметно. Просто офигеть как круто! Тренер Покемона, офиги-ка ты сюда! Нужно убивать много тренера Покемона, потому что с них выпадает дофигище просто бабла. Это трейдеры. Так, что ты нам предлагаешь? Я сказал, что ты нам предлагаешь? Нидорино на Нидорино. С Китти на Покечу. Ээээ, такой себе обменчик, такой себе обменчик, не скажу, что крутой, но я бы не обменял. Так, Йохан, и баба, это кто? Э, это Алтария. Я уже думал, нифига себе, легенда заспавилась. Легенда. Так, Черезард, Люкс Рэй. И давайте убьем ее с помощью Черезарда. Оверхитом. Оверхит почти с одного удара. Сайтер, Сайтер, а ну довали ее. Да, 1400 опыта. Винг-атак, зашибись, это то, что нам нужно. Сайтер у винг-атак полезен, но, конечно, было бы лучше, если бы мы выучили... Ну, фиг его знает, что бы выучили. Пулев, нет, пулевак нам не нужно. Не винг-атака, а какой-то, какую-то атаку жучего типа, да, было вообще офигенно. Так, Голдак у нас есть. Еще одна Алтария у нас есть, только эта Алтария сейчас маленький уровень, 24-й. Но зато я вижу там Голдака. А этот засранец должен быть, в принципе, большим уровнем. Какобы... Чу-чу... Да. Хотела радоваться. Чу-чу-чуртвик, да. У нас же Тортера, 53-й уровень. Какой чуртвик, какой чуртвик. Так, по идее, Люксрей должен его завалить прям с двух атак. Да. Одна, другая. Зашибись. И мы ему, кстати, еще один уровень прокачали. Просто супер-пупер. Ребята, вот не знаю почему. Вот странный я человек. После переустановки всего сезона с покемонами у меня даже больше есть желание играть в покемон. Потому что я вижу то, что тут добавили гиммы нафиг. Гиммы. Офигеть. Офигеть, ребята. Это круто. Очень даже круто то, что тут есть гиммы. Сейчас еще больше желание играть в тот же Pixelmon. Потому что я захожу, скачиваю новую версию и вижу то, что тут дофига много чего нового. Говно в сундуке, конечно, попалось. Но пофиг. Зато гиммы есть. Так, сосунки. Вы всегда тут между собой. Так. Оверхит. Оверхит 13 тысяч. Драгон бриф. 2500. И у нас столько бабла пока что еще нету. Даскбол по тысяче. Нормально, нормально, нормально. Вот эти... Вот эти вещички полезные. Вот это мы себе заберем. Не против. Газировочку. Коверчик тоже себе заберем. Мусорное ведро тоже себе заберем. Ограбим нахрен весь ваш магазин. Покемонов только чей, ребята. Никому. Никому. Так. Что у нас тут еще есть? Ты что, на меня нападать хотел? Нападать хотел? Нельзя, нельзя. Зато, ребята, мы уже встретили первого босса нафиг. Я его не встречал в серии 20. 20 серий. А тут сразу его... Мы можем встретили, может, типа, повезло. Фиг его знает, ребята. Фиг его знает. Но мне кажется... Да, вы правильно догадались. На вот таком красивом месте, ребята, мы будем заканчивать эту серию. Извиняюсь, ребята, за все. За то, что у меня сгорел жесткий диск. За то, что один день я выпускал не обычное видео, а влог конченый. Но все же, ребята, я очень сильно надеюсь, что у вас осталось желание смотреть сезон покемонов. Потому что, мне кажется, сейчас даже еще будет интересней. Если хотите, я потом могу даже стримы проводить по пиксельмону, где мы будем заниматься дерьмовыми делами. То есть, там, строить дома, добывать ресурсы и многое другое. А на сериях мы будем качать, сражаться и искать новых покемонов, ребята. 7 тысяч лайков. Завтра же выходит новая серия Пиксельмон. Никогда об этом не забывайте. Чем быстрее мы с вами дружно соберем 7 тысяч лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Всегда все, ребята, зависело от вас. Новая серия всегда зависит, ребята, только от вас. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Зовите своих друзей смотреть видео, делитесь этим видео. Чем больше новых людей придет, больше лайков, быстрее выходит новая серия. Пишите в комментарии, ребята, что-то замечательное на самые интересные вопросы. Я, как обычно, буду отвечать. И подписывайтесь на мой канал. Давайте заканчивать, это уже реально темно. Подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте. Первая ссылочка в описании, ребята. Заходите, добавляйте меня в друзья. Следите за новостями. Я буду отвечать на ваши сообщения ВКонтакте и многое другое. Ребята, еще раз. Да дай мне серию закончить. Ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.